ПЕСНЯ ПЕСНЯ Добрый вечер, дорогие друзья! Всех наступающим 2017 годом! Ура! До Нового года осталось совсем немного! И все сейчас сидят перед телевизорами, переключают каналы и думают, что же посмотреть? На одном канале пьяный Лукашин пытается надеть штаны, на другом канале хмырь повесится. На другом канале победителя шоу голос показывают по телевизору в последний раз. На нескольких каналах сразу одни и те же звезды, только в разной одежде поют одни и те же песни. И если вы не можете выбрать из всего этого однообразия, что посмотреть, значит смотрите шоу «Однажды в России». Потому что всего за один час мы покажем все, что будет идти по другим каналам, все новогодние праздники. Это шоу «Однажды в России». Мы начинаем с нового начинания! «Однажды в России» Добрый вечер, здрасте! Вторник, а это значит капитал-шоу «Поле волшебства». Итак, первая тройка игроков в студию! Знакомьтесь, Нина Ивановна Грусть, поселок Пирогово-Хрустальная река Неклютка, Вологодская область. Пётр Валерьянович Узь, Бензинская область, поселок Камчатский край. И Иоанн Христорадович Боголюб, город Москва. И сразу же задание первой тройки игроков. Озамат Аркадьевич, одну секундочку, пожалуйста. Я приехал не с пустыми руками. Пожалуйста, оттей нашей семьи, пожалуйста, примите вот Петечку, Ванечку и Ребекку. Ребекку, Ребекку, вот. Вот, вот они ваши. Низкий вам поклон, Иоанн Христорадович. Всё, всё. Я прошу, отведите детей в музей «Капитал-поле волшебства». Ну что ж. И ещё, одну секундочку, пожалуйста. Я вот, меня всем городом провожали, вот, всей Москвой большой провожали к вам на передачу. Пожалуйста, от всего нашего города, от всей нашей Москвы, можно вас поцеловать? Ну, конечно, конечно. Спасибо, спасибо, спасибо. Низкий вам поклон. Низкий вам поклон. Озамат Аркадьевич, наше силуэто пирогово-хрустальное славится бамперами на Мазду. Поэтому бампер в студию. Озамат Аркадьевич, можно я понюхаю вашу голову? Ну-с. Конечно. Нюхайте. Ой, чисто я. Низкий вам поклон. Озамат Аркадьевич, понимаете, моя двоюродная сестра живёт в городе Шумерля, республика Чувашия. И вот буквально вчера у неё кончились деньги на телефоне. Если можно. От всего капитал-шоу поле волшебства от меня лично. Низкий вам поклон. Две шкатулки в студию. Итак, правила очень простые. В этой шкатулке деньги есть, в этой шкатулке денег нет. Какую выбирайте? Итак, абсолютно верно. Сто рублей на телефон от меня лично и от всего капитал-шоу поле волшебства. Ну-с. Итак, внимание, задание на финал. Древней Руси на Новый год это добавляли в кашу. Чуть позже это выбрасывали из каши и подкололи лошадей. В средние века благодаря этому подпоясывали мужичков. Ну-с, вращайте барабан. Нина Ивановна Грусь, поселок Пирогово-Хрустальная река Неклютка. Озамат Аркадьевич, у меня для вас творческий подарок. Да ладно? Да, диджей-сет. Диджей-сет, вертушки в студию. Диджей-сет. Эти аплодисменты звучат вашу честь, Денина Ивановна Груз. Низкий вам поклон за эту прекрасную импровизацию. Это еще не все. Я сейчас недавно занялась фотошопом, поэтому подарок в студию. Подарок в студию. Это вы и Люсок Сорокин. Да ладно! Да ладно! Виски нам со льдом. Ой, низкий вам поклон. Не на Груз. Ну что ж, 555 очков на барабане. Буква... Буква H. Буква H. Есть такая буква! Откройте нам букву H. И такая буква здесь не одна. Откройте нам все буквы H в этом слове. Азамат Аркадьевич, я готова назвать слово целиком. Вы точно готовы назвать это слово целиком? Я... Я готова. Я готова. Тишина! Тишина! Итак? Н-Н-Н-Н! Абсолютно верно! Абсолютно верно! Н-Н-Н! Н-Н-Н! Это на Руси древние века мазали на собак. Нина Ивановна Грусть. За всю игру вы набрали 1300 очков. Выбирайте призы. Так. Так, значит, Мерседес G65 АМГ с 6-литровым этим битурбированным двигателем В12. Это 100 очков. Дальше. Сеть кинотеатров Люксор. Это еще 50 очков. У вас остается 1150 очков. Итак? Так. Ну, давайте видеокамеру Панасоник. Все! Ага. Я вынужден спросить у вас, Елена Ивановна, грусть в поселок Пирогово-Хрустальная река Неклютка. Готовы ли вы сыграть со мной в суперигру? Ой, нет, 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 я, вы знаете, такие призы все-таки что-то на память останется, понимаете? Хоть что-то. А у вас я тут проиграю 100% в эту сумму. Ваше право, это тем не менее аплодисменты. Ваша честь, победитель капитал шоу Поля. Волшебства. И, зная ваши вкусы, долгий вам низкий поклон. Все. Ну что ж, это было капитал шоу Поля Волшебства. Мы увидимся с вами ровно через год, во вторник. И дай вам Бог на эти коротенькие 365 дней. С Новым Годом! Внимание, это гер через 15 секунд. Будите губернию. Да вы что, не надо, вы чего? Он же живет строго по расписанию. 16 часов спит, потом 8 часов орет в прямом эфире, устает и опять спит. Добрый вечер! Господи, я так не привыкну я. Добрый вечер, добрый вечер, Россия, добрый вечер, страна. С вами я, Дмитрий Губерниев. Сегодня 31 декабря, мы провожаем старый год и встречаем новый. И сегодня в этой студии я, Дмитрий Губерниев, и моя постоянная, соведущая, несравненная, красивая, умопомрачительная, обольстительная, великолепная, малодушная, чуть-чуть хитроватая, невысокая, чуть-чуть... Анастасия Петрова! Наконец-то, Татьяна Лунёва! Анастасия Петрова! Да какая разница, кто ты, Людмила? Главное, что в студии есть Дмитрий Губерниев. И сегодня на канале Мяч ТВ мы подводим итоги уходящего года и встречаем год новый. Вот скажи, Наташа, чем запомнился тебе этот год? Я Настя Петрова. А мне этот год запомнился нашими блистательными победами, нашими чемпионами, чемпионами всех времен и народов. Сегодня мы расскажем про них. Я и моя блистательная соведущая Гульнара Нурзахмедова. Вместе с вами на канале Мяч ТВ. Настя Петрова! Мы удостойны чести взять интервью у блистательных чемпионок прошедших Олимпийских игр в Рио. Великолепных девчонок женской сборной России по гандболу. Мастера ручного мяча. Девчонки, которые своими руками могут делать просто чудеса. Ну, вот так лучше не говорить. Согласен, они сегодня здесь, в студии Мяч ТВ. Давай встречать, Галя! Ну, что ж, девчонки, рассказывайте! А что рассказывать? Ну, что рассказывать? Кто, что, где, о чем, возле чего? Может, возле магазина ли? А, ну! А, а, меня зовут Ольга. Это Карина. Это очень здорово! Может, и не стараться, он не запомнит. Это очень здорово то, что вы сказали эти великие слова чемпионок. Скажите, пожалуйста, Зимфира, Антон, вот так. Я же сказала! Скажите мне, как не специалисту, как полному профану в этом деле, как человеку, который смеется над словом гандболу. Скажите, пожалуйста, в том самом великолепном, не злополучном, а именно хорошем матче для нашей сборной, вы проигрывали за три секунды до конца со счетом 320-0. И в итоге матч заканчивается 23-20. Победы наших девчонок. Так что вы на это скажете? Так, ну... Спасибо! У нас в гостях были наши несравненные девчонки сборной России по гандболу. До свидания! Ну что ж, с вами был я, Дмитрий Губерниев, и моя сумасшедшая соведущая Виолетта Крачков-Соболевская. Да, Настя Петрова, ну это же легко запомнить! Настя Петрова! Мы продолжаем. Мяч ТВ не переключайте. А у нас в гостях наш следующий гость. Чемпион Европы, мира, Олимпийских игр, а что самое главное, России. Русский паренек, который приносит России долгожданные золотые медали. Обычный русский парень. Овсанов Казбек Эльбрусович, республика Северная Осетия, Аламия, Ирабский район, селение Сурдигара. То есть, вот это ты запомнил. Скажи нам, пожалуйста, как ты завоевал это золото, Казбек? Я всех поборол. Это очень интересно. Это невероятно крутая история. Давай поподробнее. Расскажи, что ты сделал со своим соперником в четвертьфинале. Я его поборол. Как захватывающе. Ты послушай только, Галя, как это захватывающе. Дальше был полуфинал. И что же было там? С кем ты боролся в полуфинале? С тем, кого я поборол. Ё-моё, у меня аж мурашки по коже от этой истории. Подожди, подожди. Эй, как тебя зовут, красавица? Это моя блестательная, очаровательная, обворожительная, иногда шутливая, соведущая Ли Чанг. Настя Петрова. Позвони мне, Настя Петрова. Вот, даже он запомнил. А куда звонить? В Осетию, меня позовут. Это был чемпион Европы, мира Олимпийских игр, а самое главное России, Афсанов Казбек Эльбрусович. Эх, Жанна, Жанна, что ж ты всё время молчишь? Пришло время подвести итоги. Ну что ж, до Нового года остаются считанные минуты, и мы пригласили в нашу студию нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина. А до Нового года остаётся считанные секунды, и мы приглашаем сюда, в студию, нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина, который, кстати, будет вместе с курантами, секундочку, набивать мяч. Ну что ж, мяч ТВ, мяч. Давайте посмотрим. Итак, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну что ж, держите. Что, у меня прям дежавю, где-то я видел эту фигню. А что это? Это мяч. А, точно. Александр Васильевич, объясните правила. Настя Петрова. А, так вот, Александр, сейчас будут бить новогодние куранты, а вы должны будете вместе с боем часов набивать мяч. Без проблем. Сколько раз надо набить? Двенадцать раз. Сколько? Двенадцать. Ну, я ничего не обещаю, но давайте попробуем. Давайте попробуем. Итак, Александр Кокорин, я и моя соведущая Наташка, мы сейчас вместе будем встречать Новый Год. Слушаем бой курантов. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Господи, Александр, вы видели? Четыре, вы видели? Ха-ха. Умылись критики вонючие. Четыре. Ха-ха. Пойду набухаюсь хорошенечко. Ну что ж, это был эфир Мяч ТВ. Мы с вами прощаемся. С Новым Годом вас. Меня зовут Дмитрий Губерниев, а это моя постоянная соведущая Анастасия Петрова. Анастасия Пет... Ты что, меня весь год знал, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха. Псих просто как куда пошли. Анастасия Пет... Анастасия Пет... Все мы в нашей стране такие умные, такие деловые, все-все продуманные Но есть в нашей стране одна такая ночь в году, когда вся наша адекватность летит в трубу В эту ночь мы верим в чудеса и сказки, в момент, когда бьют часы на башне с паской И в целом совершаем очень странные поступки, а сейчас в этой песне начнутся шутки Согласитесь, но очень странно приносить домой дерево Класть под ним и вату, типа снег, и верить, что в полность через трубу, которой, кстати, у тебя нет В твою квартиру проникнет толстый, вымышленный дед И положит под это дерево тебе же в подарки, купленные тобой уже по скидке в супермаркете И потом это дерево не выкидывать аж до весны, два месяца игнорируя просьбу своей жены Чью-то нет, и Дед Мороза никогда не будет, где-то просто в ночь, надо просто спать И тогда на утро завтра вы проснетесь, люди В зеркале себя легко вы сможете узнать Чью-то нет, и Дед Мороза никогда не будет, надо просто спать, где-то просто в ночь И тогда на утро завтра вы проснетесь, люди Вам не надо будет сутки в ванной отмокать Ну согласитесь, это же очень странно Пять тысяч рублей платить актеру Тюза пьяному За то, чтобы он пришел в костюме вымышленного деда В тебе домой и походил с тобой вокруг дерева А твои переодетые зайцами стяжейка дети Рассказали ему стихи, стоя по очереди на табурете И чтобы потом он раздал им подарки Купранные, кстати, тобой уже по спикле в супермаркете Ну согласитесь, это же очень странно С пеплом пить шампанское Стоя в вечернем платье и в тапочках вьетнамских Согласитесь, странно все выходные убираться в свои двушки Чтобы потом в ней взорвать с конфетин папушку Это же прям очень глупо в чужой куртке, в разной обуви Выходить смотреть салюты Незаметно пухнуть под вспышки яркие После салатика купленного по паскирке в супермаркете Чудо нет, и Дед Мороза никогда не будет Ведь это просто ночь, и надо просто спать И когда на утро завтра вы проснетесь, люди В вашей квартире вам не надо будет умирать Чудо нет, и Дед Мороза никогда не будет Ведь это просто ночь, и надо просто спать И тогда на утро завтра вы проснетесь, люди Не надо будет то, что ночью было вспоминать С Новым Годом! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Азамат Тахирович, вы прямо вот точно больше не будете мэром, да? Твою мать, точно! Точно я тебе сказал, точно! Сколько раз тебе говорить, а? Это дебильное правило, все, проиграл выборы, больше не можешь быть мэром. Да. А что, день, что ли, уже? Ну да, уже восемь часов. А скажите, пожалуйста, а кто вместо вас будет? Какая тебе нахрен разница, а? Какая тебе разница? Скажи мне, пожалуйста, какой-то другой человек придет с деньгами и писькой. Ты вместо того, чтобы вопросы задавать, иди работай, потому что мы с тобой две недели должны еще отработать. Поэтому правило, которое я мог бы отменить, пока был мэром. Так что занимайся своими прямими обязанностями, понятно? А, да. Нет, я не про это тебе говорю. Ну, покажи, покажи. Иди. Азамат Тахирович, там к вам посетители. Крен с ним, не поленюсь. Кто? Вы знаете, из дворца молодежи. Ну, там не очень молодые люди говорят, что они чечеточники. Да. Да, люди, которые построили свое творчество на звуке шагов. Пусть заходят, давайте. Да. Заходите. А мы зайдем. А мы заходим, мы заходим. И так и без вас мы заходим. Понятно вам? Зашли мы. Здрасте. Здравствуйте, господин мэр. Здрасте. Это как это понимать, а? Значит, мы приходим в наш дворец молодежи на репетицию, а нам говорят, знаете что? Что мэр закрыл нашу секцию. Вот, вот, потрудитесь-ка объяснить, на каком основании вы расформировали нас, лауреатов премии «Золотые ноги» Суздали. Лучший степ-коллектив, четкая чечетка. А? А? Маэстро, музыку. Импровизация. Стоп, 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 стоп! 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 Нахрен, что вы делаете? Что? Что? Что вы здесь делаете? Почему вы здесь танцуете? А? Вы пришли мне и сказали, мы чечеточники. Я что, сказал вам, а ну-ка, 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 накажите? Давайте, объясните нам, почему вы финансировали нас, значит, три года, а теперь хлоп и перекрыли финансирование, а? Ну, вот так вот. Да, вы понимаете, что я за неделю десять секций поменял. Я прихожу в городки, они закрыты. В лапту она закрыта. И самое главное, вы закрыли мой любимый кружок художественного свиста «Трель Соловья». Да не надо, я что сказал, надо свистеть! Я верю, я верю. Я не просил свистеть. Я свистеть вас не просил. Да ладно, ладно. Я смотрю, вы люди старые, я к вам, я возраст уважаю. В общем, давайте так поговорим с вами. Вы на выборы ходите вообще? Так вот, я довношу до вашего старого сведения, потому что вы люди старые, что я давно уже не мэр. Неделю как? Я еще сейчас вторую неделю отрабатываю и все, проваливаю отсюда, понятно? Придет новый мэр. Как раз таки он вам и урезал ваше финансирование. Как это так? Вот так вот. Вот отребье, а! Вот прохолост, а! Чурбан! Вы еще и ругайтесь по-старому, ладно. Значит, давайте собирайте свои манатки, как вы говорите, и чао-какао. Или есть второй вариант. Я просто даю вам эту тяжеленную статуэтку, приходит новый мэр, вы ему по башке тюк, и все. В своем уме, это противозаконно. Ну, вообще-то да. Да. А урезать финансирование лучшему степ-коллективу золотые ноги из Суздали. Это, по-вашему, законно? Нет. Тоже нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А что здесь происходит? Вы тоже из какого-то кружка? Да. Это руководитель кружка Кайфоломы-2016. Обсиратели малины. Что? Что? Познакомьтесь, это ваш новый мэр, пожалуйста. Подождите. Что вы здесь делаете? Я же вас попросил освободить кабинет. Ты лучше ответь. Вот людям, смотри, старые, взрослые люди. Ты ответь им, ты зачем этим блаженным взял и финансирование прекратил? Господа, послушайте, я закрыл вашу секцию, потому что начал финансировать секцию современного танца. Что? Вот этого, что ли, вот этого, что ли, вот этого, 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 вот этого. Да прекратите, 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 прекратите. Всё в порядке с вами? Дело в том, что в секции современного танца занимается 7 тысяч людей. Ну, ну. А у вас три человека. Чё с ним разговаривать? Взяли статуэтку. Бац ему. У него башня. А тут мы все на радостях. А? Непонятно. Что вы имеете? Дебилы, просто возьмите эту статуэтку и подайте ему по башке, пока мы с ним разговариваем. Я буду его отвлекать. Он встанет немножко так, чтобы не забрызгать от него, а дойдут его подальше. Ничто как бы не подвещало беды. Тут я задаю вам наводящие вопросы. Как бы, ну, то есть вы переехали, собака умерла ещё на той квартире, да? Да, собака просто болела. Подождите, что такое происходит? Я не понял, а? Стоп. Я, кстати, согласен вот с Азаматом Тахировичем. Давайте, давайте. Ну, да я не про статуэтку. Я к тому, что Азамат Тахирович был хорошим человеком. Вернее, он есть сейчас хороший человек. Ну, да. Он спонсировал нас. Он спонсировал секцию лошкарей. Он спонсировал секцию бокса. Он просто люди дерутся, он их спонсировал, понимаете? Вот именно, ну, вот именно. Я вообще очень сильно удивился, когда узнал, сколько вам выделялось денег на ваши секции. Вот, к примеру, на секцию лошкарей 4 миллиона рублей. Это что такое вообще? Немноговато ли? Там всего надо-то людям по 2 ложки и крем от синяков для колена. Всё. А секция художественного свиста по документам выделяли 800 тысяч рублей. Чё, а нам никто столько не выделял? Так, а сколько вам выделяли? Какая нахрен стиральная машина? Я говорю... Не выдержали. Так, а ну-ка, перестаньте, перестаньте пересвистываться. Потрудитесь, пожалуйста, объясните, Азамат Ахирович, как так получилось, что деньги выделяются, а до людей не доходят? Да потому что их нет. Вот так вот. Мне тоже интересно, а куда делись деньги, а? Пришёл новый мэр, да, а денег уже нет. Как так? Только-то у власти не было, уже всё обокрал, не мог же я наворовать на будущее. Значит, вы. Где деньги? В смысле? Мне не объяснять. И вот объясните вот этим вот ребятам, которые здесь стоят два дня уже. Подождите, что вы себе позволяете? Николай Степанович, Валентина Николаевна, заходите, пожалуйста. Как это? Это вы были мэром, а нет, подождите. Вот, пожалуйста, ребята. Что происходит? Вот так вот. Что вы такие? Это не я, это он. Вот так вот. Давай, давай. Я тут при чём вообще? Куда вы меня ведёте? Сопляк, ишь ты, нашёл с кем связываться. Я так понимаю, по всему этому маскараду вы теперь снова мэр, да? Конечно, конечно. Я же ещё и кружок ОМОНовцев спонсирую. Я, знаете, вам что хочу сказать. Мне нравится вот это вот ваше занятие. Я тоже в своё время занимался. Да вы что? Да, до профессионального уровня почти дошёл. Ух ты. Ну так. Ну вот, смотри. Кажите, да, подпослёжьте. Маэстро музыку. Ну, пожалуйста. Спасибо. А где наша парикмахерская Ольга? Там, где пейджеры. И все хотят Антона Камолова. Папа, ну чё ты припёрся? А мне тут сорока на хвосте месседж принесла, что у вас тут тусаджюса намечается, а? Тусаджюса, а? Пап. Пожалуйста, пинкорс. Раз, два, четыре, восемь, секс. Ой. Секс, говорю. Сикс, ну, шесть. Мне просто не хватило немножечко свэга, да? А мне чечётки. Егор, какая чечётка? Это контемп, Егор. Мне в контемпе не хватило чечётки. Если вы в своём городе не видели барбершоп, значит, вы давно не выходили на улицу. Такое чувство, что кто-то срочно захотел сделать всех русских мужиков красивыми. Кому выгодно, чтобы они собирались во дворе не только с пивными животиками, но и с уложенными назад чёлками. Нужно выяснить. А пока смотрим, что произошло в очередном только что открывшемся барбершопе. Свекруха у меня хорошая женщина была, если честно, да. Свёкор любил это дело. Он, кстати, по этому делу из окна выпал. Благо, невысоко было. Плохо то, что поезд на полной скорости шёл. Женщина, мы уже два часа слушаем ваши неинтересные истории. Вы нам мешаете работать? Пожалуйста, уходите. А вы мне верните парикмахерскую Ольгу. Какая Ольга? Которая вот здесь вот была 15 лет. Я приходила сюда, рассказывала истории девчатам. Ногти они мне красили. Мы окна не открывали помещение и не проветривали. Знаете, какие смешные истории были? Хочешь поржать? Вот накрась мне ногти. Женщина, мы не красим. Женщинам ногти, понимаете? Это барбершоп, это мужская территория. Ой, мужская территория. Это сауна... Сауна. Один раз, короче, у меня своя. Пошёл, значит, в сауну. Зашёл в парилку и на котёл сел. Встал, пол попы на котле осталось. Он потом три месяца фуру стоя водил. Женщина, не интереснее ваших историй, только стричь под полубокс. Я прошу вас, уходите. Алло, барбершоп? Нет, у нас нельзя купить куклу Барби. Барбер — это парикмахер. До свидания. Кретины. Женщина, уходите, мы стрижём только мужчин, понимаете? Если вы стрижёте только мужчин, так это значит не барбершоп, а военкомат, значит, слушайте. Ой, поехали, значит, мы нашего малого в армию провожать. Ну, короче, я, Валера, гости все в дымяку. Ой, утром просыпаемся, малой дома. Валера вместо него служить пошёл. Сейчас там лысо по там. Ать-два, ать-два, ать-два. Здрасте, мордасте. Охренела, охренела. Да я в шот. А чё колокольчики с двери сняли, я не поняла. А чё я облинулиум не спотыкаюсь? А где коврик в велком? В велком. Лена, чё тут происходит, Лен? А я сама тут сижу в шоке вся. Чё такое? В шоке. Ага. Барбершоп тут теперь, понятно? А где наша парикмахерская Ольга? Там где пейджеры. И все хотят Антона Камолова. Понятно, где ваша Ольга? Алло, барбершоп? Нет, у нас нельзя купить барбитурат. Как вы вас обнадежили, брат? Короче, не надо сюда больше звонить. До свидания. Идиоты. Да чё идиоты? Чё вы хотели? У нас магазин Apple на прошлом месяце только открыли. А там реально азербайджанцы яблоками торгуют. А они барбершоп тут построили. У вас стрижка, видали, сколько? Две с половиной тысячи стоит. Чертечет. Ага. У меня Валера за всю жизнь ещё на такую сумму не настригся. Вот именно. Кстати, как он там? Да нормально, служит. Служит? Не обижает молодёжь? Да чё там его обижает? У меня же Валера, ты знаешь, какой мужик? Ой, он у тебя с характера. Да, он пришёл и сразу всех на место поставил. Сказал, так, если меня кто-нибудь пальцем тронет, будет иметь дело с серьёзным псориазом. Вот молодец. Да. Сразу поставил. Алло, барбершоп. Нет, у нас нельзя посмотреть Санта-Барбару. Да что? Это мужской салон. Слушайте, вот вы странные, барбершоп они тут построили. Люди у нас до сих пор шарик из компьютерной мышки достают, чтоб почистить. А вы со своим барбершопом, чтоб вам пусто было. Господи, женщина, ну а что мы должны были открыть в 2016 году? Видеопрокат или приём стеклотары? Или фотографии проявлять в темноте? Слышь ты, этот, орх недоделанный, а ты чё орёшь на меня? Быстро Ольгу нам вернули. Вот я тебе сейчас, я тебе сейчас ухо отпилю, чё. Саня, держи, успокойся. Вызывай полицию, быстрее. Я уже вызываю. Барбершоп. Нет, мы не торгуем барабулькой. Нет, мы не вращаем барабан. Господи, нет, это не Барак Обама, да пошли вы в... Все мы с вами устраивали студенческие вечеринки. Это такие вечеринки, на которые ты берёшь кучу пива и приглашаешь кучу девушек. Но гарантированно приходит только куча пива. Итак, квартира, подготовка к студенческой вечеринке. Ты чё делаешь? Чё, чё, манатик через плечо. Сейчас, короче, тёлки придут же, по-любому я сразу в ванну с ней пойду. Штаны снимаю, а там прям альпийская освежесть. Кайф же. Фу, это ещё и освежитель воздуха, что ли? Да-да, просто весь дезик ушёл на кроссовки, носки и рот. Пахнет, а? Да, отвалю-ка. Короче, слышишь, если чё, Маринка моя. Если она мне не даст, тогда Катька моя. А если Катька не даст, тогда подушка в слезах моя. Вот всё. Какая подушка? Слышь, чё, я сейчас сказал, что к родакам в спальню мы не заходим, понял? Если тошнить, то только в туалет. Да с чего тут будет тошнить, ёлки-палки? Здесь всего 17 литров бухла на шестерых человек. А чтобы тёлка по-любому дала, нужно прям, чтобы она в смерть была, понял? Ну да, согласен. У меня с теми, кто в сознании ещё ни разу ничего не получалось. Родаки раньше приехали, блин. Давай, быстрей. Чё, собирайся. Выкинь, выкинь. Да не гони ты. Да выкинь, выкинь. Да не надо, это Игорь пришёл. Какой Игорь? Игорь наш, Пташкин, пришёл. Чё ты гонишь? Сейчас я дверь открою. Точно? Да. Игорь, здорово, здорово. Здорово. Всё, я купил. Давай. Сорян, я просто не знал, какие, поэтому взял разных. Вот. Блин, чё так мало, пацаны? Это мне на одного здесь. Вы чё гоните? Фруктовые взял? Да. Блин, ещё и фруктовые. Это вообще гон. У меня один раз вот тёлка была, короче, у нас тут это всё было, и тоже фруктовый прессик был. Через месяц она мне апельсин родила. Чё ты рассказываешь? Вообще-то через 9 месяцев. Вообще-то апельсин через месяц рождается, понял? Я на опыте, чел, а вы девственники все, понятно? О, теперь точно родаки, блин. Выкинь на этот быстрый. Да куда ты? Стоп, 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 стоп. Отойди. 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 Это родаки. Да не родаки это. Подожди, 7 часов. Тёлки пришли, всё. Да, это тёлки. Тёлочки. Точно тёлки? Да. Тёлки, они клеят. Тёлки пришли. Тёлки. Ну иди открывай, чё ты. А чё я? Иди открывай, ты хозяин. Ну я чё, всё, всё. Иди ты, ты ж на опыте, и чё ты? Ну я хочу, чтобы вы тоже на опыте были, идите чё. Да открывайте уже кто-нибудь, сейчас они уйдут. Я не могу, я водолей просто, я сейчас не могу открывать. Иди ты, открывай. Лада. Иди. Да поможет мне бог секса, короче. Всё. Опа! Дядя Гена пришёл. Камам, молодёжь, I'm Scatman. Ски-папара-поу. Я с вами, я на свеге. Пап, ну пожалуйста, папа, ну чё ты припёрся? А мне тут сорока на хвосте месседж принесла, что у вас тут тусаджюса намечается, а? Тусаджюса, а? Пап, пати фо эври боди дэнс, вот это, да? Чё, молодёжь, как там, а? Да, дядя Гена наш вождь. Отмутим ваш вот этот тактоник, а, вот этот тактоник, вот этот, а? Дядя Ген, иди тапочки одень, а то родители ругаться будут. Они вообще вас терпеть не могут, блин. У меня, когда мама вас видит, она постоянно говорит, вон этот шлепан пошёл. Да, это прикол, это наша взрослая тема. Я ж твою маму вообще называю свиная куча. Ну поэтому они вас и ненавидят, блин. Вы же её вообще без причинец, блин, так называете. Всё, забей, релакс, теки ризит, блин, а? Гоу, Гоу Йеллоу Сам Марин тусить, а? Йоу, врубай вай-фай, чтобы веселее было, молодёжь. Так, ты беги на кухню, ставь хэштег, сейчас кофе пить будем, а? Пап, пожалуйста, я тебя прошу, ну ты нам не в тему вообще здесь, сейчас тёлочки придут. О, тёлочки-метёлочки, это мой калибр, я спец по тёлочкам. Да? Иди сюда, молодёжь. Давай, давай. Я вам рассказывал, как я однажды на танцах горячую цыпу подснял. Да. И прям там в гардеробе на дублёнках её синанайда, опа, опа, синанай, опа, синанай. Пап, пожалуйста, ну не говори так о маме, она же обижается. Я тебя вот не па. А чё, молодёжь, это, между нами, между нами, дудку взяли, а? Ну дудку, дудку, ну вы поняли, ну дудку, а? Поняли? Чай с плюшками заваривать будем, а? Вот так смеяться будем, а? Пап, ну пожалуйста, ты нам мешаешь. Мешаю я тебе, да? Сильно мешаю тебе. Да, пап. Мешаю тебе, а? Сильно мешаю, вот так тебе. Мешаю я тебе. Да, пап. Мешаю. Мешаешь. Ладно. В кое-то веке решил с сыном время провести, пока у меня денег нет, да? А тут на тебе, Меша, я пошёл. Я тут хотел с вами потусить. Ну, как знаете, молодёжь. О, теперь точно, родаки, блин. Опа, свиная куча пришла. Есть презики? Лапа. Давай, давай, сейчас я вам покажу, как вас делать надо, а? Сейчас мы с твоей мамкой здесь устроим газ, квас, кирогас, а? Тормози, дядь Ген, что ты говоришь-то? Я открою, я открою. Прости, пожалуйста. Привет! Привет, мальчики! Ой, и мужик какой-то, здрасте. Опа, какие люди в Голливуде и без охраны, а? Поняли двойное комбо? Ладно, хорошо вам потусить тут. Только, слышь, вот с Игорёшей не тусите. У него пиписька маленькая. Я его папа, я знаю, я его купал. Вот я его вчера купал. Он же дебил сам, ничего не умеет, а? Да папа, сколько можно, хватит! Вали уже отсюда! Вот так ты, да? Отцу родному вали отсюда, вот. Игорёша, а я ж тебя вот на этих руках, когда ты маленький был, держал. Правда, ронял пару раз после ванны. Ну ты же скользкий был. Ну не в смысле как человек по характеру, а человек как предмет. Я же хочу, чтобы у тебя, чтобы ты в жизни сделал то, что не получилось у меня. Закончил институт, записал мультимплатиновый альбом, прижучил Софи Марсо. Я хочу, чтобы ты был счастлив, сынок. А ты вот так вали. Ладно, веселитесь тут сами. Блин, у тебя такой папа классный вообще. Он так тебя любит, так хочет, чтобы ты был счастлив. Иди догони его сейчас же. Слушайте, а у вас вообще точно всё нормально? Мы можем тут тусить? Да, конечно. Конечно, вообще здесь прям тусить можем. Это просто странно просто. Чё, тусим? А это, может, это, сразу в ванну пойдём, там, посмотрим напор смесителя. Чё? Ну, пойдём, это, расчешешь меня как следует. Не поняла вообще, чё он говорит? Ну, пойдём в душик, шторки прилипнем, чё? Да что с ним такое? Ты чё, дебил вообще? Ты чё несёшь? Ты вообще не те выражения подбираешь, чтобы тёлку склеить. Да она ломается просто. Слушайте, может, просто выпьем? Да, 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 давайте просто выпьем, войдём в Инстаграм-историю, да. Подождите, а где бухло всё? Дядя Гена. Дядя Гена с Игорем нас опять кинули, козлы вонючие! Это чё, дай, просто! Я здесь всё накрыл, она это ела. Так. И теперь не хочет никуда со мной ехать. Это чё за ресторан такой, я не понимаю. Что? А, простите, а вы на входе у нас видели табличка там висит? С мороженым, с собаками и с недобаками вход запрещен. С мороженым, с собаками и с недобаками вход запрещен. С мороженым, с собаками и с недобаками вход запрещен. Моя, моя! Прелюдия перед сексом бывает разной. Для кого-то это полчаса поцелуев, а для кого-то это ползарплаты, оставленной в ресторане. Мужчины и женщины ходят в ресторан с разными целями. Женщины для того, чтобы получить удовольствие, а мужчины для того, чтобы получить удовольствие чуть-чуть попозже. Спасибо тебе огромное, это был прекрасный вечер. Спасибо, сколько там? Я не вижу, посмотри. 36 500? Сколько? 36 500. А чё так много? Какое много? Что значит много? Для кого-то это много, да, а для кого-то просто копейки. Понимаешь? У кого-то деньги есть, у кого-то их нет. 36 500 для меня копейки. Да, кто-то прям, ну, свадьба электрика может быть за 36 500. Кто-то в армию сына проводил на 36 500. Кто-то целый год ждал пенсию, копил, копил, у него получился 36 500. А я просто оставляю за один с тобой вечер, за один ужин. Во вторник, не выходные, во вторник мы с тобой просто поужинали. Не всем курсом, а вдвоём. Может, что-то лишнее посчитали нам там? Оставь, 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 я дам, я дам. А потом ты мне дашь. Чё? Официант! Добрый вечер ещё раз. Почитайте нас, пожалуйста, 36 500. Ага, а у вас наличные или карта? Я как угодно могу, у меня 50 тысяч ещё есть с собой. Ну, так карта или наличные? Я могу и карты, и наличные, у меня 50 тысяч карманы. Ну, вам как удобней? Как хотите, мне всегда удобней, у меня 50 тысяч ещё есть с карманы. Ну, давайте карты. Пожалуйста, пин-код. Два, четыре, восемь. Секс. Ой. Секс, говорю. Сикс, ну, шесть. Секс. Что у пьяного на уме? Так и будет. Чё, поехали давай, ко мне быстренько. А, слушай, я домой. В смысле, домой? Ну, я к себе. Подожди, а чё ты такая оделась, как будто не к себе поедешь домой? В смысле, я не поняла, чё? Так, секунду, ты за кого меня принимаешь? Подожди, ничего пошлого нет, ничего пошлого нет. Просто поедем ко мне, позанимаемся сексом и всё, ты чё? Чего? Что? Ты слышишь, что ты говоришь, я к тебе не поеду. Почему не поедешь? От тебя укачивает, что ли? Давай пешком пройдёмся, чё ты? Вообще не в этом дело, ну, просто есть какие-то принципы, нормы. Подожди-ка, секунду, подожди, ни хрена не понимаю. Администратор, иди сюда. Да-да-да, слушаю вас ещё раз, смотрите, какая, смотрите, какая ситуация, сколько здесь? 36 700. 36 700, да, получается, смотрите, что происходит. Я здесь всё накрыл, она это ела. Так. И теперь не хочет никуда со мной ехать. Это что за ресторан такой, я не понимаю. Это какое-то недоразумение. Вот разбирайтесь. Простите, а вы на входе у нас видели табличка там висит? Какая табличка? А там с мороженым, с собаками и с недоваками вход запрещён. Удевайтесь. Я сейчас уйду, понятно? Да ладно, да ладно, ну просто. Прошу прощения, я вам сделал скидочную карту, хорошо? Да, да, да. Сделаю ещё морсика. Морсика, ладно, всё, подожди, 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 Ирина, подожди секунду. Пожалуйста. Всё, давай просто посидим, просто посидим, успокойся, всё нормально. Я успокоилась, я абсолютно спокойна. Всё, извини, пожалуйста, да, немножко надавил на тебя, перестань. Да, это было очень неуместно. Просто выдохни, давай выпьем и, ну, испоконно поедем ко мне. Я не поеду к тебе, я повторяю. Так, здравствуйте, я извиняюсь. Извините, что порчу такой чудный вечер, я шеф-повар этого ресторана. Администратор меня как бы уже в курс поставил, да. Моя золотая, вы мне скажите, вам ризотто понравилось? Мне понравилось ризотто. Да, просто на моей памяти, извините, конечно, за грубость, но после моего ризотто обычно прямо в ресторане давали. И если не сильно уставали, бывало, даже мне перепадало. Она их целых два съела, что-то не так с вашим ризотто. Что происходит вообще, при чём здесь ризотто? Я понял, это салат, салат, да, его готовил молодой повар, но мы давайте, знаете, как поступим, и мы сейчас исключим из счёта за салат, да? Давайте, давайте, чё там, идите уже, делайте что-нибудь. Знаешь что, по-моему, ты слишком многого хочешь на первом свидании. А, всё, я понял, давай, ладно, всё, забыли это нахрен первое свидание, вставай, 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 садись сюда. Всё, о-о, привет, Иринка, как дела? Я не знал, что ты второй раз тоже придёшь, смотри. Официант, будьте добры, официант. Чё ты здесь? Да, добрый вечер. Мы, значит, с девушкой встречаемся здесь второй раз уже, мы уже половину меню знаем. В прошлый раз на 36500 здесь поели. Хорошую вечеринку. Да, в этот раз на 8 тысяч, потому что зарплата через две недели только. Хорошо. Быстренько поедим и поедем ко мне. Прожалуйста, прекрати этот цирк, ты чё, идиот? Ты чего? Чё, руки свои убери. Руки недобаки. И чё, чё случилось-то? Что? И чё, блин? Я сразу знал, что ничего не получится сегодня, шёл, и мне тут бабка с пустыми вёдрами навстречу. Ещё подумал, хрен, а ты бабка с пустыми вёдрами возле ЦУМа ходишь, чё ты здесь делаешь вообще? Чё ты так расстроился-то? Ну, не плачь. Хочешь, позвоню подруге, она приедет. Она стопроцентная добавка. Ага. Твоя подруга тоже про тебя самое говорила, и чё? Верь после этого бабам. Шаганэ, ты воня, шаганэ, потому что я с севера, что ли, ещё как дурак стих учил. Ну, так расскажи. Ага, я хотел после секса, после четвёртого раза, когда ты уставшая, уже не стесняешься, голая, лежишь на кровати, а я спиной к тебе стою, тоже голая, возле балконной двери на ногу табуретку поставил и говорю, шаганэ, ты воня, шаганэ. Ну, не плачь, пожалуйста. Ну, что значит, не плачь? Ты когда-нибудь видел, чтобы человеку, который плакал, говорили, не плачь, он сразу переставал плакать? Я знал, что для тебя это так важно. Ну, хочешь, поедем. Правда? Ну, да. Ура. Я прошу прощения. Я прошу прощения. У нас всё нормально, она даст. Я очень рад. Дело в том, что у вас недостаточно средств на карте. Да ладно. Вот, смотрите, видите, чек. Блин. Чё теперь делать? Ну, может быть, наличными? У вас же есть наличные. Да, ты же говори. Да нет, это же из банка приколов. А давай, Ирин, с тобой. Ты можешь пополам заплатить за счёт? Просто посидим, чай попьём. А в другой раз я всё заплачу. Это идиот. Я так и знал, что тебе только секс от меня нужен. Свинька. Ты не расстраивайся, мой хороший. Самое главное, что ты очень хороший, понимаешь? У тебя одна нога чуть-чуть короче другой. Но самое главное, ты очень хороший. Правда, что ли? Да, да. Руки у тебя видно, что не оттуда растут. Но ты очень хороший. Прям серьёзно. Вот что-то с лицом у тебя не то и с зубами. Ну, ты очень хороший. Я чувствую это, да. А на что же она рассчитывала? Она же слышала первый куплет. Ведь я говорил, что людей в этой песне разлучает не вес, а припев. Всем привет! Всем привет! На часах 21.30. А это значит половина десятого вечера. А это значит в эфире шоу «Потанцуй!» Дорогие друзья, в шоу «Потанцуй!» участвуют те люди, которые вылетели из шоу «Танцы». Ну что ж, пришло время, пришло время познакомить вас с нашим постоянным жюри. Лучший хореограф всех времён и народов. Несравненный Фидель. Фидель, Фидель. Здрасте, 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 здрасте. Слушай, Фидель, я хотел тебе сказать, ты что, намазал кремом лицо вместо обуви? Ха-ха-ха-ха-ха. Давно не смешно, окей? Всё, давно не смешно. Ха-ха-ха-ха. Я знаю, я знаю, просто мы уже два года в эфире, и мне всё сложнее и сложнее толерантно пошутить про то, что Фидель шоколадка. Ну что ж, давайте дальше. Слушайте, давайте быстрее. А помимо него, здесь тоже люди не халам-балам сидят. Конечно, конечно. Хореограф, который не халам-балам, который великолепно чечётко выбил «Я начал жизнь в трущобах городских». Несравненный Егор, дружище. Добрый вечер, добрый вечер. Вы забыли сказать, что я лучший хореограф, чем вот этот вот. Да. Да? Да. А ты лысый. Я уже в 11 лет снялся в фильме, понятно. А ты тогда уже был лысый? Меня звали работать в Америку хореографом. Да. А когда звали, они знали, что ты лысый? А? Всё, всё, уже не смешно, Фидель, уже не смешно. Ну не смешно. Я про то, что я лысый, вообще не смешно. Ну так ты начинаешь сам, Егор. Ты начинаешь сам. Я просто сказал, что я работал, и всё. А вот и не пососётесь. Не пососётесь. Друзья, Фидель и Егор всегда ссорятся, только потому, что они родные братья, но у них разные мать и отец. Ну ещё это прикольно для нашего шоу. Следующий член нашего постоянного жюри. Человек, который не разбирается в танцах вообще, но зато он прикольно их комментирует после них. Юморист, КВНщик, весь такой ха-ха. Сергей Черпаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Совсем скоро во всех кинотеатрах нашей страны выйдет мой новый фильм. Обязательно приходите, мой новый фильм должны посмотреть все. Урал, Екатеринбург, приходите, это очень интересно. А что это за фильм? Гражданский жених. О чём же фильм? О, там очень интересно. Там про жениха, но весь юмор в том, что он гражданский. Ну что ж, пора начинать. Я хочу познакомить вас с первым нашим участником. Наконец-то, давайте начнём. Да, 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 да. Потанцуем. Встречайте, встречайте, Денис Моловичко. О, ва, 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 ва. Алё, сразу нет. Что это, что это такое? В смысле, это был не танец, я просто вышел сейчас. Я понимаю, я понимаю. Как вас зовут? Как, меня Денис Маловичко зовут? Денис Маловичко, до свидания. Ну, послушайте, как вы будете танцевать чечетку одной ногой, я не понимаю. Да какая чечетка, Егорича, говоришь? Брат, прости, наше кино и так хромает, я не знаю, едь в Селябинск. Да, вы понимаете, я просто же только подготовлю. Все, Денис, я просто говорю, подготовлю. Ну, сказали же, уходите, ну, сказали же, ну, уходите. Не получается заплакать, ладно, пошел, начать. Что-то такое. Ну, как дела, мой хороший? Да плохо, вы же видели, блин, меня выгнали. Меня везде выгоняют, меня даже из пусть говорят вырезали. А мне надо просто чуть-чуть засветиться в телеке и все. Я буду вести свадьбы у себя в городе. Ну, не расстраивайся, мой хороший. Самое главное, что ты очень хороший, понимаешь? У тебя одна нога чуть-чуть короче другой, но самое главное, ты очень хороший. Правда, что ли? Да, да, руки у тебя видно, что не оттуда растут, но ты очень хороший. Прям серьёзно. Да, вот что-то с лицом у тебя не то и с зубами. Ну, ты очень хороший, я чувствую это, да. Прям честно. Да, ты очень хороший. Ты иди вперёд, и у тебя всё будет хорошо, у тебя всё получится, потому что ты очень хороший. Спасибо огромное. Ну, что, я побежал. Давай, давай, беги, беги, мой хороший. Ой, как хорошо ты побежал. Какой хороший. А-а-а, долбаная арматура! Жалко, такой хороший был. Ну, ничего, у него всё будет хорошо. Следующий участник ездил на кастинге нашего шоу в такие города, как Бугульма, Верхняя Калинова, Петропавловск-Камчатский, Хонце, Большой Улай. Но, к сожалению, кастингов в этих городах не было. И он просто поездил на плацкарте по всей стране. Встречайте. Филипп Воронин. Давайте посмотрим. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Готовы? Да. Начинайте. В Африке хоронили тёщу и порвали два там-тама. Что? На свадьбе кальянщика гости начали кричать «Горько!» и он тут же поменял невесту. Это даже не чечётка, я не понимаю. Актуальное. Алексей Панин снялся в ремейке фильма «Хатика» и не заставил собаку себя долго ждать. Но в конце тоже все плакали. Всё, ребят, стоп, стоп, стоп. Что это? Что это? Это что? Это что? Где танец, ребят? Ну, шутки смешные. Подождите, подождите, позвольте ворваться. Дело в том, что в нашем шоу «Потанцуй» участвуют необязательно люди, которые вылетели из шоу «Танцы» на канале ТНТ. Вот, например, Фил Воронин вылетел с «Камеди батла» на канале ТНТ. Сам. И что? Послушайте, ну, как бы, чё, танец будет или нет? Слушай, Фидель, ну, чё ты обламываешь постоянно? Давайте, давайте включим музыку, да, и дадим парню шанс. Пусть симпровизируют, например, чечётку, я не знаю. Ну что, Фил, будем импровизировать? Давайте, шанс, шанс. Давайте, шанс, шанс, делайте это очень. Дайте музыку. Чё хотите, чё хотите. Подслеповатый комар из Монголии. Нет, 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 всё, 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 всё. Вы не в потанцуях, нет. Был шанс. Дайте шанс, дайте шанс. Ну, кому ты даёшь шанс? Ну, я дал шанс, понятно. Нет, ну, ты же видишь, что там тупиколы. Ты вообще, ты вообще шапку из моего костюма сделал, сидишь тут. Ой, всё. Чё ты говоришь. Алё, Алё, Москва, ну, где нормальные ребята, а? Где чечётка-то? Дайте нам хороших, окончающих ребят. Ну что, выгнали тебя, чмо, вонючая? Что? А мы пишем уже? Лиза, мой хороший, не расстраивайся, у тебя всё будет хорошо, потому что ты очень хороший. Честно? Нет, ты очень сильно убогий, и у тебя ничего не получится. Иди вперёд, мой хороший. Иди, иди, чеши давай. Мой хороший оставим, остальное всё вырежем. Ладно, мой хороший. Ты понял, мой хороший? Увидимся с вами ровно через неделю в торговом центре Ереван-Плаза, где мы на плазме с флешки показываем свою передачу. Увидимся с вами скоро у центрального лифта. Друзья, даже в самой весёлой передаче, как наша, есть место для грустной песни. Мы проанализировали все песни про любовь и результат исследований положили на музыку. Ну почему так устроены песни, что за куплетом всегда припев? И если в куплете влюблённые вместе, то в припеве всегда уже нет. И даже в песне, что сейчас будет спета, мы вас хотим предупредить заранее. Какой бы сильной любовь ни была в куплете, в припеве всех ждёт расставание. Она была обычной владелицей автомобиля «Опель», а он работником автосервиса в Капотне. Им приходилось вериться довольно-таки часто. Это же «Опель», он то подвеску ей менял, то масло, то печка у неё, видите ли, не греет, там что-нибудь загорится. Короче, он постоянно её всё это чинил, и они влюбились. В общем, где-то полгода он там с ней повстречался, потом она купила «Мерседес», и они навсегда расстались. Поймите, тело даже не в «Мерседесе», я же вам уже говорил. Время припева пришло об этой песне, и припев их навсегда разлучил. Они могли быть счастливым, как в куплете, и воспитывать весь все детей. Но таким жестоким припевом, как этот, наплевать на чувства людей. И вот снова куплет, и вот снова история. Но вряд ли и в ней будут вместе наши герои. Ведь она любила поесть и, собственно говоря, ела. Решила к пляжу подготовить так называемое тело. Пришла в спортзал, а там он весь такой загорелый, и он увидел её, и его глаза загорелись. Её в буквальном смысле он носит на руках. Она, образно говоря, летает в облаках. Но оказалось, он да тоже готовил тело к пляжу, и она нужна была тупо лишь, как тяжесть. Она поняла всё, ведь вес её не менялся. Он вышел на пик формы, и они навсегда расстались. Ну а на что же она рассчитывала? Она же слышала первый куплет. Ведь я говорил, что людей в этой песне разлучает не вес, а припев. Уже второй раз он приносит разлуку, а я ведь вам не раз говорил. Вы слышали, Сай, как всего за минуту он навсегда четыре сердца разбил. Он был простой депутат, она была коррупцией. Они любили друг друга, вопреки Конституции. Страсть, похоть, дорогие подарки. К чёрту детский сад с дорогой, давай-ка иномарки. И вот, казалось бы, здесь нужен тот самый жестокий припев. Но депутаты коррупции расстались навек. Но в этой песне, как в России, честное слово, кому-то звучит припев, а кому-то гитарное соло. Так всегда, когда люди влюбляются, не ты первый и не ты последний. Хорошие куплеты, увы, не повторяются, а повторяются плохие припевы. В эфире новости и наша постоянная рубль. Это только воры у власти. Прямо сейчас мы находимся у замка, который принадлежит брату губернатора, Винокурову Алексею Нукзаровичу. Попробуем узнать. Протрите, да, вот это уже. Паркет в клетке у попугая, протрите. А-а-а. Ну, здравствуйте, Алексей Нукзарович. Твою мать, а. Вы что, до сих пор здесь, что ли, а? Ну, что вам надо? Мы хотим от вас комментариев на тему того, откуда у вас этот замок. Как ты задолбал, а слушая со своими комментариями уже. Откуда, откуда. Сэкономил. Сэкономили. Да. А скажите, пожалуйста, как же должен экономить, интересно, простой рабочий, у которого зарплата 12 тысяч рублей? Очень сильно сэкономил, вот так. А что? На семиэтажный замок. Да, да. У тебя есть замок свой, а? Нет, у меня нет. Вот видишь, нету. Откуда ты знаешь, сколько он стоит? Может, он 7 тысяч стоит. На каждый этаж по тысячу рублей. А по официальным документам, которыми мы располагаем, он стоит 5 миллионов долларов. А задолбала ты меня уже на 10, понятно? Короче, все, я ничего не буду говорить без моего адвоката. О, вот стать он. Отойдите! 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 Лети! О, привет! Привет. Прикинь только, что над пробкой завис, над габриолетом на вертолете. И как пописал одной женщине на плечо. Он прям как начал сразу на плечо, и прям на плечо и закончил. Ты что, обдолбанный, что ли? Конечно. А это кто, проститутки? Какие проститутки? Это телевидение, журналист. Телевидение? Да. Это же надо спрятать. Давай. Все, давай соберись. Скажи им, откуда у меня замок. Друзья, похоже сейчас... Тишина, тишина, давайте. О, не надо себе сразу. Давайте по одному, по одному. Давайте, вот вы, женщина. Вообще-то мы здесь одни. Ну и говорите, что тогда. Скажите, пожалуйста, господин адвокат, откуда у вашего подзащитного этот замок? Какой замок? Ну, вот этот замок. Какой? Не, нифига себе! Это что, замок? Вот это вы даете! Мне показали замок. Все, ладно, давайте, до свидания. Мы, мы торопимся, нам надо срочно в магазин. Все, пошли, пошли. В смысле, дайте-ка мне, вы должны дать комментарий. Вы обещали дать комментарий. Уходим. Говори, откуда у меня замок? Как я скажу, если я сейчас все скажу, тебя посадят в тюрьму? Ты скажи так, чтобы меня не посадили. Это интересно, нифига себе у тебя задачки такие ты мне задаешь. Надо как-то заранее предупреждать было. Я тебе вчера звонил. Ты что, обдубленный, что ли? Конечно. Ну, блин, даже скажи. Давай, скажи. Так, давайте, добрый вечер. Чего вы опаздываете? Говорите. Добрый вечер. Откуда этот замок у Винокурова? Что значит, откуда? Построили. Замки обычно строят, понятно? Это не грибы, которые растут. Это же правильно? Я вам даже больше скажу, этот замок построили люди, которые умеют строить замки. Он не просто. Не грибники его построили. Понятно, грибники за грибами ходят, а люди, которые строят замки, они строят замки. Все, пойдемте. На какие средства построен этот замок? А чего вы взяли, что это Алексей Нукзарович замок? Это что, если человек стоит возле замка, это что значит, он сразу его, что ли? Это получается, вот ты рядом стоишь, а ты что, моя, что ли, получается? Или я что, его, получается? Или мы что, мы все друг дружки? Что, так? Нет? Нет. Вот нет. Или ты моя? Нет. Вот и все, тогда. До свидания, мы уходим. Нам надо срочно уходить. Иди сюда. Опаздываем. По-моему, они держат нас за идиотов, но мы докопаемся до права. Что за чувства ты несешь, слушай, а? Ты что, не можешь им нормально сказать, откуда у меня замок? Откуда? Вот откуда у тебя такой замок, скажи мне. Просто отмажь меня как-нибудь, и все. Как отмазать такую громадину? Никто не сможет отмазать. Ладно, был бы маленький домик, одно дело. А другое дело, я тебе сколько раз говорил, остановись. Ты строил, 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 строил. Уже из космоса было видно твое здание. Ни хрена, строил, устроил. Надо было всю вину строить. Или он как соседний губернатор взял просто и дом свой замаскировал под гору. Похожим был. Точно, все. Что? Это не замок, это гора. Иди сюда, иди сюда. Да, 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 да. Нормально, иди и отмажь, я тебе за что деньги плачу? Иди и отмажь, понял меня? Или я тебя скормлю своему попугаю, ты понял? Вот нафига надо было леопарду давать кличку попугай? Да, это уже не твое дело, иди быстро делай свою работу. Ну что, друзья, гнятного ответа на то, откуда у обычного брата губернатора... Не тратьте наше время, не тратьте наше время. Замок мы не получили, теперь узнаем, откуда три мазерати записаны. Все, мы уходим, вы опоздали, все. Ответьте про три мазерати. Они надувные, вот и все. Мазерати надувные, а замок, который построили люди, которые умеют строить замки, это, он тоже надувной, вот и все. У нас алгебра, она зная, может не пустить, все. А что насчет 50 миллионов долларов, которые также находятся на счету Винокурова Алексея Нукзаровича? Сколько? 50 миллионов? 50 миллионов долларов? А мне в рублях платишь, да? Нормально я тебе плачусь, иди, отмажь меня нормально. Здравствуйте, добрый вечер, вы что так поздно пришли? Я хочу сделать заявление, как адвокат, я хочу сказать, что сегодня Алексей Нукзарович дарит свой замок детям нашего города, это новый детский дом. Похоже, у наших чиновников появилась совесть, наконец-то, сегодняшнего дня этот замок переходит муниципальным властям. Нет, 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 не проведешь шапши, убери эту камеру, вы что творите? Какие нахрен дети, слушай? Что, по-твоему, дети здесь жопой рисковали и воровали все подряд? Все, давай с самого начала нормально отмажь меня, ты меня понял? Я ничего не буду говорить без своего адвоката. Ты и есть адвокат. И что, что, адвокат не может быть адвоката? Что, если врач заболел, его же врачи лечат. Что, когда у пожарного загорелся дом, он что, к воспитателю детского сада идешь? Давай, иди, говори, я тебе сказал. Прошу вас. И то, воспитатели же тоже кто-то воспитал. Да иди, ты мне это сказал. Я хочу сделать заявление. Давай. Однажды Алексей Нуфзарович, как ухайдокался и назвал леопарда попугай. Ты что, баррел, что ли? Ты чудеса. О, мой спаситель! Ты спас меня! Как зовут тебя? Мамука. Ну, какой мамука? Ну, Леонардо. Леонардо Мамука меня зовут. Подождите, а это что за большесисичное чудо? Так, мужчина, вообще-то это моя будущая жена. Так, я не понял, я ваш ЗАГС засужу. Вы мне что подсунули два года назад? Так нам правда никто не ходит. Одна бабулька случайно заглянула, цену увидела, вам пришлось ей похороны оплачивать. Я Бараш Матаров. Это канал ТНТ, битва экстрасенсов, финал. Значит, вы говорите, что там что-то очень маленькое, да? Да. Там секунда. Уважаемые девушки, хотелось бы узнать, в какой момент вы решили, что в сексе еще не все придумано. Что это та часть нашей жизни, которую нужно усовершенствовать. Я сейчас про ролевые игры. Просто заставить русского мужика поменять одежду в постели, это практически невозможно. Он в реальной той жизни одежду раз в 10 лет меняет. У русского мужика в постели только одна фантазия. Это хорошенечко выспаться. Но его жена всегда хочет от него чего-то большего. О, я беззащитная, Эприл О'Нил. Где же мои черепашки-ниндзя? Кто защитит меня от преступников? Спасите меня скорее! Эй, спасите меня! Меня кто-нибудь собирается здесь спасать, а? Да собирайся, собирайся. Ну так давай уже иди. Ну, слова, слова. Мы не жалкие пукашки, супер-ниндзя-черепашки. О, мой, спасибо! Алина, по-братски, все, эти ролевые игры, это не для меня. Не, ну подожди, ну подожди, ну мы же хотели попробовать что-нибудь новенькое, ну как? Я тебе предлагал, приведи подругу! Эй! Не нравится, хорошо, давай я приведу. Ну слушай, ну так гораздо интереснее. Ну, ну... Костюменизи-черепашки. Ну да. Вместо двух тела. Ну да. Ну пожалуйста, ну ради меня. Ну ты обещал, ну чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Только тогда сначала оттуда, вот ты говоришь. А я опять, да? Давай. Ох, Алина, если кто-нибудь узнает, смотри у меня. Да кто тут узнает, мы с тобой вдвоем в квартире? О, на помощь, мне страшно! Где мои черепашки? Стой, стой, стой! А-а-а! Что? Что? Я не могу помочь, что, а? А ну пошли вон отсюда! Кто такие, а? Что, нормально здесь, встречка? О, мой спаситель! Ты спас меня! Как зовут тебя? Мамука. Ну какой Мамука? Ну Леонардо. Такой Леонардо Мамука меня зовут. Ну хорошо, ой, мой спаситель, черепашка Мамука, я подарю тебе ночь любви, бери меня! Я не понял, это кто сейчас? Откуда я знаю? Я поэтому... Ты кому-то сказала? Да никому я не говорила, перестань, я посмотрела. Посмотри в глазок. Я не понимаю, что... Ой! Тива шумот, тива шумот, а! Че ты орешь, че ты орешь, как резаная, а? Люди, может быть, спят! Елена Александровна, 11 часов утра, какие люди спят? Я вообще могу тут даже сверлить, между прочим. Че ты себе ногу сверлишь, что ты так орешь, а? Да, просто вещи все постиранные, вот чистую пижаму одел. Елена Александровна, мы просто хотим разнообразить нашу сексуальную жизнь. Вот и все. А че, старые его способы не работают, что ли, а? Караоке, вино, сыр, зелень. Поехали ко мне домой, просто рядышком голые полежим, помолчим. А утром потом не здороваемся, да? Ну это же так примитивно, это скучно. Вот мы переодеваемся в разных ярких персонажей. Да, а чем переодеваемся? Какая необходимость? А, поэтому ты вчера в окно кричала, Люк Скайуокер, пронди меня своим этим лазерным мечом. Я же тебе говорю, не ори. Слушай, ну ты определись, ори или не ори. Ладно. Ладно. Не кричите, пожалуйста, люди отдыхают. Хорошо. Черепаший привет. Ой, Господи. Давай продолжим, ну пожалуйста. Давай продолжим. Ну пожалуйста, ну в костюме черепашки так интересно, ну я так хочу. В костюме черепашки интересно, когда тебе 8 лет. А когда у тебя свой собственный автосервис, это вообще не интересно. И так все говорят, что мы медленно работаем. Ну пожалуйста, ты же обещал, ну пошли, пошли. Вот, смотри. Здравствуйте. Мамуку, здорово. Привет, Валерия. Че там с моим мопелем? Да сделаем, сделаем. Вы извините, пожалуйста, мы на секундочку. Мы просто хотели посмотреть и опыт у вас перенять. Ну, тоже хотим какие-то фразы из фильма в окно. Вот, видишь, вот видишь. Здорово. На самом деле все очень просто. Берете из известного фильма каких-нибудь ярких персонажей. Ага, так. Ну и все. И все? Зая, смотри, свадьба в Малиновке. Да. Я, Назар, ты тренды чиха. Ты че? Ну че. Наводка 15, прицел 120, бац-бац, и мимо. Валера, мимо не прикольно. Давай по-другому че-нибудь. На, гости из будущего. Смотри. Так. Короче, я стою вот здесь, такой стою, говорю, Алиса, милофон у меня. Ага. Ты подходишь, а милофон у меня. Не, это не прикольно. Да прикольно. Да вот все прикольно. Все, что они предлагали, прикольно. Все, чтобы этот костюм не надевать. Я тебе, кстати, предлагал. Давай ты в той комнате, я тебе звоню. Алло, Ларису Ивановну хочу. Ты не приходишь, и все. Нет. Давай вообще их возьмем сценаристами, какие идеи прикольные. Слушай, а если я, короче, девочка, а ты, Миша, полегку. О, шо ты делаешь? А кто это? Что, ты кортик не смотрела, что ли? Ой, тоже. Сторвся. Ой, прикольно. Жалко, жалко, что твой брат-близнец в тюрьме. А сейчас бы мы электроника забабахали, конечно. Я что-то придумала, пошли. Погоди, Зай, я что придумал. Смотри, нас же четверо, а неуловимых Мстителей тоже было четыре. Точно. Смотри, я, короче, Валерка Мещеряков. Это Яшка Цыган, ты Ксанка. Я Ксанка. Ты Ксанка. Это Лютый. Короче, мы с Яшкой Цыганом берем Лютого в плен. Так. Ксанка на шухере стоит. Мы там его, Лютого, наказываем и в закат. Давай. А я на шухере. Ага. Сейчас идем домой и играем роль. Москва слезам не верит. Это как? Это ты у меня будешь прощения просить, а я тебя прощать не буду. Пошел, бегом. Друзья, вы видели регистраторш в ЗАГСах? Это самые добрые люди в мире из людей, чья зарплата 8 тысяч рублей в месяц. Даже если перед ними будет стоять пара, которая женится по залету, потому что папа у невесты прокурор, а муж ссыкло, они все равно назовут это союзом любящих сердец. И какие бы ситуации ни происходили в ЗАГСе, регистраторша всегда остается регистраторшем. Дорогие Татьяна и Сергей, любовь. Что такое любовь? Любовь это большое сокровище, дарованное человеку. Любовь это нечто... Чего ты тормозишь? Давай, проходи уже. Раз, два, я в тебя! Чего ты не проходишь? Тут же на двери нет таблички, тупорылым вход воспрещен. Да я не захожу, потому что я не могу находиться с тобой в одном помещении, козлина. Да ты понимаешь, что чтоб развестись, нужно две подписи, две. Понимаешь, как извилин в твоей тупой башке. Тварь, против смолочки, скотина, как? Я вообще могла в этом ЗАГСе сказать тебе «да». Ну, может быть, потому что ты до этого полгода в постели говорила мне «да, Тимур, да». Заткнись, я так не говорю! Да заткнись, вообще тут люди! У тебя мозгов просто, как у робота, пылесоса, честное слово! А у тебя, Титик, как у робота, пылесоса. Ах ты, ты урод, ты такой урод, что всех уродов с тобой пугают, урод! Заткнись! А то что? Ударишь меня? Да! Давай, ударь, вот сюда! Давай, ударь! Сейчас дам! Дорогие Тимур и Екатерина, я рада приветствовать вас в этом храме любви и взаимоуважения, районные текстильщики. Я так понимаю, вы опять пришли подавать заявление на развод? Да, и на этот раз мы решили окончательно. И даже не смей меня умолять, как в прошлый раз. Что? Да я в прошлый раз сказала, что ты ублюдок и что ты мне всю жизнь испортил! Да не сложно испортить жизнь продавщицы лотерейного киоска. Я прям вообще не напрягался. За меня все сделал диплом швеемотористки из ПТУ твой, понятно? Вот говорила мне мама, говорила! Говорила, говорила, она постоянно что-то говорит, я так навскидку и не вспомню закрытым ртом. Не смей свой клюв открывать на мою маму! А подожди, а почему ты трезвый? Уже одиннадцать утра, ты трезвый! Он бухает каждый день, как собака! Да, конечно, бухаю, потому что я с тобой живу. Я прихожу в бар, показываю твои уродские церкви, мне просто бесплатно наливают. У меня бармен говорит, говорит, спейся, братан, забудься, тебе надо потеряться в этой жизни! Откнись ты! Закрой рот! Сама заткнись! А то что? А то что? А то опять мне придется замазывать синихи тональником! Да ты никогда так не делала! Не делала, ну ты же хочешь! Очень сильно! Очень сильно! А я что делаю? Давай, с локтя прям рассечения и все в крови! Я еще раз повторяю, в этой колыбели любви, в которой вы приходите уже двадцатый раз подавать заявление, я еще раз вас спрашиваю, вы точно решили развестись? А что, похоже, что мы сейчас обнимемся и начнем пересматривать свадебный альбом? Я не могу больше ни секунды находиться с этой твариной! Он моим феном свои носки вонючает, Саша! Да так все мои друзья делают! Да вот именно! Все твои друзья моим феном свои носки вонючает, Саша! Это не друзья, а дебилы тупорылые у тебя, понимаешь? Мои друзья дебилы тупорылые, по крайней мере, с пенсионерами в Турцию за седьмой айфон не летают, понятно? Что? Что? А ты позвони Танечке, и есть тебе что рассказать! Как она вообще по этому телефону потом с мамой разговаривает? Вот ты просто такая тварина, понимаешь? Вот скорее бы не видеть вот эту твою рожу! Вот это! Я выкину все вещи, которые мне напоминают о тебе все! Знаешь что, Катя, а я не смогу выкинуть все вещи, которые мне напоминают о тебе, потому что я не могу выкинуть унитаз! Ах ты! Ах ты! Ты просто козел! Сама козел! Сама козел! Не бывает, женщина, козел! Ты первая баба козел! Да не такая! Ты коза-трансгенда, понимаешь? Коза-трансгенда! Женщина, ну что происходит, ей-богу, а? У меня свадьба, мы уже полчаса там сидим! Может быть, это лучший день в моей жизни, а вы... Послушай сюда, это самый ублюдский день в твоей жизни! Это последний день, после которого тебе запретят мыть подмышки в раковине на кухне! Сука, какой ты мерзкий! Меня просто стошнит! Какой? А где мне еще мыть? Ванна постоянно занята! Ты там что, фасуешь амфетамин? Что происходит? Я постоянно... Что, должен вонять ходить? Да ты и так воняешь! Тебе никакая мыла не помогает! Потому что я тебя вот так обнимаю, и у меня от тебя вот тут вонь! Понятно? Да смотришь, ты мерзкий! Ты просто страшная мерзкая! Мерзкий! Я весь твой голос! Да у меня нормальный голос! Нормальный! Нормальный для кого? Для того, кто живет над ней и питается мелкой рыбой? Женщина, что происходит вообще? Кто эти люди? У меня же свадьба, ну... А у нас развод! Так что вышел за дверь и жди! А лучше выпрыгивай в окно и беги! Это еще почему? Нет времени объяснять! Просто доверься человеку, который в сентябре ездил в парк на фотосессию в листве! Да это было красиво! Дебила ты! Косок! Это было романтично! Романтично что? Что ты вляпалась рукой в собачью какаху? Да что ты мне напоминаешь все время про эту какаху? Да потому что она воняет до сих пор! Вон, смотри, у тебя вся линия жизни в говне! Это в тебе, моя линия жизни! В тебе! Это говно вот с твоим лицом! Посмотри, вы ли ты тут! Вообще не похоже! Похоже! Это как твой дядя! Слушай, заткнись, если ты не заткнешься, я всем расскажу, что высокий рост у мужчины еще не... А ну не смей! А ну не смей при всех рассказывать про мой маленький кое-что! А то что? А то что ударишь меня? Да, ударю! Чем? Маленьким кое-чем? Да, по виску тебе тюк! В смысле, бах! Даже... Стадыш! Не понял! Сейчас же разведите меня с этой твариной! Подождите, сначала нас распишите, я вас умоляю! Ну у нас уже ресторан заказан, уже гости сидят ждут! Ну пожалуйста! Я, кстати, тоже поеду бухать! Я первая на бухать! Я первая на бухать! А я подальше от тебя, чтоб волосы тебе не держать! Понятно? Игорь, блин! Ну это невозможно же! Ну невозможно! Ну я не могу больше! Ну Игорь, ну когда нас распишут? Ну я не могу! Подождите, а это что за большесисичное чудо? Так, мужчина! Вообще-то, это моя будущая жена! Так, я не понял, я ваш ЗАГС засужу! Вы мне что подсунули два года назад? А? Это что такое? У меня такое ощущение, что я жену по акции взял! Это как вообще называется? У меня такое ощущение, что она вот так вот на полке стояла, первая! А там вот поглубже были посисястей да понормальнее! Надо было оттуда брать! Да ты на себя посмотри! Ты когда из душа голый выходишь, мне кажется, что вышла недокурбленная женщина! Да еще почему? Да потому что тяк! А где? А не видно! Я, 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 я хотя бы не просвечиваюсь на солнце, понятно? Да как же ты меня достал! Ай, ты что делаешь, блин? Ты больная! Что ты хочешь? Что? А что? Что? Ударишь меня? Давай, давай! Давай, давай! Уходь! Давай, смейте! Я тебя сильно ударю котелку, ударю котелку, а я котелка, на! Да суки ты ей уже! Так улепились, чтобы она память потеряла и в больницу попала! Чтобы она вообще не шевелилась вместе за четыре, а тебя в тюрьму посадили на четыре года! Понимаешь? А когда ты из тюрьмы вышла, она тебя не узнала! Потому что ты ее так шандарахнул, что она память потеряла! А потом вы сойдетесь и еще лет десять приживете! А потом придете разводиться! А хрен вам! Я на пенсии! Поднял! Так, ну что, оформляем развод? Она какая-то долбанутая! Господи, какие люди страшные бывают! Как нам друг с другом повезло! Но тебе со мной больше, конечно! А может быть, все-таки тебе со мной больше? А что ты тут пьешь? Мочу! А, ты пропускаешь ее через фильтр, конденсируешь и на выходе уже пьешь очищенную воду? Галина Степановна, профессионал, эксперт в сфере дешевых магазинов и дешевого обслуживания Улыбаться только тогда, когда возвращаешься из туалета Я вообще могу, в принципе, за магазином курить все время Слушайте, способная девочка! Молодец! Ученые всего мира думают, возможно ли жить на Марсе У русских этот вопрос не стоит, потому что отсутствием воды и жарой нас не напугать У нас так каждый июль А вот представителям других стран там будет посложнее Хьюстон! Хьюстон! С вами говорит астронавт Алан Смит Мой корабль потерпел крушение, и я не могу вернуться на Землю Хьюстон! С вами говорит Хьюстон Да! Наконец-то! Мы вытащим тебя, сынок Да Насколько у тебя осталось еды? Примерно на два дня Отлично! Мы высылаем спасательную экспедицию Тебе нужно продержаться всего 30 лет, и мы будем у тебя Хьюстон! Хьюстон! Здорово, пиндос! Здрасте! Привет, театроскосмоса А ты не видел здесь такая огромная, 50 метров в высоту, нигде не валялась? Нет, не видел Блин, где мой корабль? О, вот он такой же, только с иконками у меня Ты что, потерял свой корабль? Прикинь Вчера, думаю, дай 50 грамм перед сном тяпнул Ну, тяпнул и поехал караоке искать Какой караоке? Это же Марс, где тут караоке? Ну, в 5 утра я так же подумал, где тут караоке И поехал в сауну с тёлками Короче, ни сауны, ни тёлок, ни караоке Ещё этот козёл у меня вездеход отобрал Этот козёл это кто? Овраг Это, а ты сейчас кому звонил? Хьюстон Она же умерла Нет, это американское космическое агентство А? У меня корабль сломался две недели назад Еды осталось всего два тюбика Тьфу, нифига себе всего, у меня вообще один А когда ты прилетел сюда? Вчера Нас просто изначально очень плохо снабжают А чё ты тут пьёшь? Мочу А, ты пропускаешь её через фильтр, конденсируешь И на выходе уже пьёшь очищенную воду? Да Здорово, земляне! Ну, вы же земляне? Нет, блин, мы песнеры, конечно, мы земляне Так, это американец, я русский А ты китаец? Нет, я не китаец Ты кореец? Нет Японец? Нет Казах? Нет Да блин, кто ты, я больше не знаю, кого называть Да шучу, я бурят Я из округа Югра Да иди ты Да Я пошутил, нет, я не бурят, я китаец Какой бурят, такого не бывает Я просто на Абуб сказал несколько букв подряд Как это не бывает? У нас огромная страна, у нас любые буквы в ряд поставь Или какой-нибудь округ получится Да ладно Серьезно? Хмау! Ханты-Мансийский автономный округ Да иди ты! Я тебе говорю любые буквы Прикольно, а что вы здесь собрались? Автобус до земли ждем, блин СКФО! Северокавказский федеральный округ Да иди ты! Я тебе говорю любые буквы Блин, задолбал! Ты это, а китаец, а есть что-нибудь пожрать у тебя? Конечно, картошка Прикольно Прикольно Странный вкус очень А ты ее здесь выращиваешь? Да, здесь, на Марсе А где ты берешь удобрение? Удобрение? Там же, где и чувак из фильма «Марсианин» Из задницы Из какой задницы? Из своей? Пф, пф С другой стороны, если не дышать, то нормально Прикольная картошка, ешьте Короче, китайцы, а мы можем все втроем на землю на твоем корабле улететь? Нет, невозможно Там место только еще на одного человека Слушай, китайцы, а давай Россия с Китаем объединятся, а Америка сдохнет в одиночестве А, прикольно А здесь, на Марсе, что будем делать? Свежно Нет, серьезно СРФПК Субъект Российской Федерации Приморский край Да ладно? Я серьезно говорю, любые буквы Привет, мальчики А можно я у вас тут погреюсь, а то там снаружи так холодно? Конечно, можно А можно я задам вопрос? Да Ты кто такая? Я марсиан Ага, сейчас я прям так тебе и поверил, марсианка Тогда я знаешь что, тогда я башкир А че ты смеешься, у нас есть такая нация? У нас просто китайцы и все, че ты прям Нет, я правда марсианка из расы довалусов Из какой расы? Расы довалусов, нас еще называют Ублажалусы, никогда не отказалусы Нас так называют, потому что мы... Не надо, не надо Мы космонавты, у нас фантазия, все хорошо Мы додумали А можно я с вами здесь останусь, а то мне даже раздеться не перед кем Ага А можно? Это, слушай, пиндос, иди сюда Спасайся, лети с китайцем, я тут один как-нибудь В смысле ты один? То есть ты здесь останешься с довалусом, а мне надо лететь на планету, населенную недовалусами, что ли? Мальчики, не ссорьтесь, давайте я лучше подруг приведу О, а недовалусы? Конечно, они из той же расы, только у них есть один недостаток Они не любят долгих разговоров, а сразу тащат в постель Ну, у всех свои недостатки, что я могу сказать? И еще кое-что, когда им звонишь ночью пьяной, они приезжают сразу Да потерпим Еще один нюансик Они любят короткий, двухминутный, быстрый секс намного больше, чем длинный Тогда пусть точно приходят Да? Это я в смысле, что мы их не подведем Отлично, я их приведу А, вы знаете, они еще очень любят целовать и гладить друг друга прям Я сейчас сам побегу, если ты не сходишь, давай быстрее Все, пошла, пошла, пошла Ну вот, заиграла планетка, да? Круто Не так уж тут и плохо, если не считать картошки Я придумал Я хант Есть такая Да ты заколебал, блин Слушайте, забыл вас предупредить, ребята Картошка вызывает галлюцинации Мощные галлюцинации Блин, надо было ее трогать, эту галлюцинацию, пока она тут стояла Черт, а давай ее вернем Давай Давай еще На тебе, на тебе Конечно, берите, ребята Все, я чувствую, сейчас она появится Давай Я ее сразу за задницу схвачу Ну, где ты? Здорово 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 Ну, че, начнем? Опа А ты давал ус? Еще какой Давай, давай, че Да не, пацаны, без вариантов Вы очень много ее съели Я с вами часа четыре буду Че, сначала покулем или че? Или че? Или вот Друзья, все же видели элитные продуктовые супермаркеты Именно что видели, потому что вряд ли вы в него заходили Я говорю про те супермаркеты, в которых пакет на кассе стоит столько же, сколько пакет с продуктами в обычном магазине Вы знаете, мне кажется, если очень хорошо попросить, вам могут продать человека, который собирает тележки Но даже в таком супермаркете у клиента могут возникнуть проблемы Так, с вас 268 тысяч рублей Ой, не-не, поищите наличку, мы сегодня карты не принимаем В смысле вы карты не принимаете? Ну, не работает аппарат, что это? Я не понял, я куда пришел, в элитный супермаркет или к желтой бочке с квасом? Что значит, у вас карты не принимают? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Извините нас, Михаил Сергеевич Извините нас, Михаил Сергеевич Извините нас, Михаил Сергеевич Вот так я тебя понимаю Рыло, а что происходит? Что у вас тут что-то не работает? Я в элитном супермаркете или ко мне в Адургазель с помидорами приехал? У нас просто сегодня не работает. А знаете что? Давайте вы завтра заплатите. Ну нормально порешал, Рыло, молодец. Отлично, все. Упаковываем продукты. Конечно, давайте упаковываем. Все. Джабир, вставай. Давай, иди продукты упаковывай. Вставай, вставай. Иди продукты упаковывай. Давай, Джабир. Нет, эти еще не купили. Другие вот эти. Давай, все, иди упаковывай продукты. Нет, да? Не пробовать просроченную продукцию, а упаковывать ее. Давай, иди. Сейчас. Давай, молодец, уже идем. И вот, сейчас. Сейчас, давай, Джабир, давай. Давай, бери пакет. Давай, упаковывай. Так, второй пакет хочешь? Не надо, нет, второй не надо. Нужно продукты класть туда. Давай, продукты клади. Давай. Давай, про... Че ты? Че такое? Да, блин, долго еще нет. Уважает вас. Да мне нахрен его уважения. Давайте быстрее. Короче, все, продукты. Давай, вот, варенье клади. Не варенье. А что, ты хочешь положить туда? Яйца хочешь положить, да? Ну, смотри, сейчас ты яйца положишь, а сверху варенье. Ну, хлоп, и яйца взломали. Это, короче, математики продуктовые достали. Давай так сделаем. Я, знаете, сейчас все вот это просто в багажник вывалю, а вы тележку со стоянки заберете. Отлично, хорошо. Последний раз я у вас в магазине был. Спасибо огромное вам. С наступающим Новым Годом. Дай бог здоровья. Это что здесь происходит? Идите твое налево! Это Михаил Сергеевич, наш постоянный клиент. И единственный. Я не понял, я что сейчас сказал, долбаная кассирша? Ну-ка быстро выскажи мне свое долбанное мнение. Так нам правда никто не ходит. Одна бабулька случайно заглянула, цену увидела, вам пришлось ей похороны оплачивать. Короче, я тебе еще раз говорю, это элитный супермаркет. И мы здесь должны общаться с клиентами, как с родными материалами. Джабир, привет. Че ты? Что хочешь-то? Так, ты хочешь. Что ты хочешь? Ага. Ты хочешь одну в другую тележку сделать, да? Ну так не получится. Давай я тебе покажу как. Давай. Какой сильный, Джабир. Горячая. Опа, молодец, молодец. Смотри. Вот так. Опа. И в другую вот так. Хлоп. Смотри, как удобно, да? Вообще прелесть про... Уважаешь меня, я понял. Давай, иди. Если б ты не был сыном директора, я б тебя давно уже кончил бы. Скотина, блин. Так, привет, привет, привет всем. Ну, что вы тут? Джабир, сынок, ты покушал? Ну и хорошо. Так, че, как дела? Да вот этим гавриком пистонов вставляем. А че они, без спроса на речку купаться ходили, что ли? Да нет, просто нифига не работают. Ну и говори нормально, что за гаврики, пистоны? Ты че, в пионерлагере, что ли, в 86-м году? Да вы понимаете, просто это простофиля, это, устроила здесь катавасию. Ну, намылим шею, я не знаю. Точно, я тебя темную устрою, поняла, блин? Бойкот объявлю, я тебе покупал. Так, все, Максим, коллеги, слушайте меня. Значит, ни для кого не секрет, что наш элитный супермаркет... Самый лучший элитный супермаркет в мире! Нахрен никому не сдался. Поэтому я решил сделать ребрендинг. Так, все слышали, ребрендинг, завтра приносим кал и мочу на анализы, слышала? Все, ты, я тебя спрашиваю... Максим, те слова, которые ты запомнил в школе, их недостаточно, понимаешь? Недостаточно. Ну, короче, теперь мы будем не элитный супермаркет, а обычный, дешевый, продуктовый и, наконец-таки, может быть, уже хоть раз в жизни прибыльный магазин. Поэтому, встречайте, Галина Степановна! Джабир, встань! Галина Степановна, профессионал, эксперт в сфере дешевых магазинов и дешевого обслуживания. Слушайте, ну, действительно, электронные двери не заедают, похари не бьют. У вас действительно элитный магазин, к сожалению. Да, а вообще-то? Пыли нет, это безобразие просто, знаете. Просто, что? Вот ты, овца. Улыбаться только тогда, когда возвращаешься из туалета, понятно? И вообще здесь не сиди, чтоб тебя все время искали, искали, искали. Я вообще могу, в принципе, за магазином курить все время. Слушайте, способная девочка, молодец. Молодец, молодец. На лету, на лету. Так, подождите, это что, не пойму, за кутерьма такая началась. Так, послушайте, Рыла, у вас есть куртка на три размера больше вас? Найдем, найдем. Найдете, да? Это зачем, не пойму? Надеть на него и поставить перед магазином, это будет охрана, чтоб все видели, что магазин не защищен. Алло, мамзель, я вообще-то здесь администратор, если че, так, вообще, ты. Что? Либо охранником, либо пошел нахуй отсюда, бегом, понял? В смысле? Причем так быстро, чтобы там, как там на твоем языке, эти ступни сияли твои. Что, пятки сверкали? Вот, да. Так что, давай, слушай человека. Так, послушайте, Рыла, Рыла, вы кашлять можете? Выбирайте. Ага. А? Могу. Отлично. А можете сделать так, чтобы носки из сапог воняли? О, еще как! Отлично. Слушайте, у вас такие таланты пропадают, такие кадры. А? Отлично, молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я понимаю, что вы думаете, но я не могу его уволить. Зачем увольнять? Вы что, такие таланты, такие кадры, это новый администратор в вашем магазине? Да ладно. Конечно. Джабир? Джабир, все, иди домой. У тебя есть белая рубашка? Джабир, рубашка. Ладно, дома у мамы спортишь. Все, иди. Так, ладно, за работу. Значит так, сюда коробку с резиновыми тапками. Тапочки! Сюда, значит, мешки с сахаром по 5-10 килограмм. Сахар, найдем. Так, и нужен запах, 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 а? У нас нет денег на рекламу, откручайте холодильники, пускай запах идет за километр, нас будут чувствовать и на запах все идти, понимаете? Фух! Ладно, слушайте, а как же мы вот назовем это сие чудо? Тут надо покрутить как-то поизысканнее, подумать, подумать, а что если 24... Нет, 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 продукты 24. Гениально! Но, 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 но работать до 9! Этот участник стер первую цифру в своем паспорте и утверждает, что он родился в 983 году. Скажите, вы правда маг? Да, маг это сокращение. Сокращение? А как же будет полностью? Магомед. Здравствуйте, я Бараш Матаров. Это канал ТНТ «Битва экстрасенсов. Финал». Наш первый участник очень уникален. Настолько уникален, что все думали, что он пришел с вороном на плече, но позже оказалось, что это ворон пришел в лапах с человеком. Маг и чародей. Вы можете потише говорить? Хозяин спит. Этот участник стер первую цифру в своем паспорте и утверждает, что он родился в 983 году. Скажите, вы правда маг? Да, маг это сокращение. Сокращение? А как же будет полностью? Магомед. Ну что ж, наш второй участник Игнат. Игнат маг первом поколении, единоросс во втором. Единственный обладатель пожизненного больничного. Игнат пережил 33 клинические смерти и мечтает побывать хоть где-нибудь кроме рая. Хотя бы в Крыму. Игнат утверждает, что ходит по ночам. Куда вы ходите, Игнат? Писеть. Здравствуйте. Прошу прощения, я опоздал. Можно? Третий участник, маг, провидец, чародей. Как он сам утверждает, всевидящий Денис. Почему вы опоздали, всевидящий Денис? Я не мог найти здание. В прошлой передаче мы давали очень сложное задание нашим экстрасенсам. Мы попросили их найти девочку, спрятанную в лесу. Все экстрасенсы справились с заданием. Все очень хреново. Хуже всех с этим заданием справился всевидящий Денис. Он не нашел лес. Ближе всех к цели был Игнат. Он нашел сапоги этой маленькой девочки. Но, к сожалению, не мог разглядеть саму девочку в этих сапогах. Игнат, ваша задача будет сейчас понять, что же находится за этой маленькой ширмочкой. Итак... Я думаю, там слон. Нет, там не слон. Поезд. Нет. Красноярск. Нет, нет. Океан. Нет. Огромный диплодок. Подождите. По всем законам физики и логики, Игнат, за этой ширмочкой находится что-то, что меньше этой ширмочки. Значит, вы говорите, что там что-то очень маленькое, да? Да. Там секунда. Нет. Мегабайт. Нет, нет. Ресничка. Нет. Может быть, воля к победе Зюганова? Нет. Самооценка Наташи Королевой. Нет. Что-то очень-очень маленькое. Да. Ботиночки Медведева. Там рейтинг телеканала «Домашний». Нет. Там райдер группы «Лицей». Чувство стыда Волочковой. Нет. Я не знаю. Все. Ну что ж, мы поздравляем с третьим местом нашего Игната. А можно я перед уходом посмотрю, что там за ширмочки? Нет. До свидания. Ну что ж, мы продолжаем нашу финальную битву экстрасенсов. Идите отсюда, Игнат. Я Бараш Матаров. Мы продолжаем. Итак, следующим с нашим заданием будет справляться всевидящий Денис. О, да. Ой, прошу прощения, не заметил, извините. Итак, я дам вам маленькую подсказку. Всевидящий Денис. Не надо. За этой ширмочкой находится книга. Я ясно вижу. Не надо врать, этого не может быть. Просто говорите, что там за этой ширмочкой и все. Там что-то прямоугольное. В жестком переплете, значит. Там написано, значит, печатными черными буквами, значит. Вот. И там, значит, написано «Лев Толстой, война и мир», значит. Так, и что же это? Я не знаю, такого никогда не видел. Вы что, не учились в школе? В чем? Второе место в нашем шоу занимает всевидящий Денис. Я Бараш Матаров, а это всевидящий Денис. Он уходит. Стойте, стойте. Второе место, это не первое, получается, и правильно? Конечно, уходите. Тогда ты меня еще вспомнишь. Нет, уходите. Да вспомнишь ты меня еще. Вспомнишь. Ну спроси, почему ты меня вспомнишь? Ну спроси, что ты вспомнишь, почему ты меня спроси? Хорошо, почему? А я тебя в инстаграме отмечу, понял? Едите отсюда, все, извините, ездите отсюда. Фу, фу. Извинитесь. Так. Чтобы стать чемпионом и великим победителем в нашей битве экстрасенсов, вам нужно будет показать хоть что-то сложнее фокуса с пальцем. Хоть какие-то экстрасенсорные способности, любые, без разницы. Просто хоть что-то угадать. У меня вопрос. Я могу закинуть нацвай? Празднуйте как хотите. Главное сначала победите. Итак, на этом листочке я сейчас этой ручкой напишу цифру от одного до двух. Ваша задача будет понять, какую цифру я написал. Время. Что скажешь, Ибрагим? Один. Итак. Два. Да! Есть победитель! АПЛОДИСМЕНТЫ Г reductions mal. ОКЛИКОВАЯ ОТОР yay! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...